А это очень важно, потому что в этот момент формируются очень серьезные паттерны поведения. Для нас, наша мама и папа, это целая вселенная. Для ребенка важно, чтобы это был взрослый, который проявляется в его виде вселенной. А у богатых семей все немного наоборот. Здесь важно, никогда не наказывать ребенка игрушками. Если что-то вам не нравится в ребенке, в его поведении, обратите внимание на самих себя. Наверняка вы слышали фразу «Все мы родом из детства». И это действительно так. Каждый из нас прошел через период детства, где сформировались паттерны поведения, благодаря которым наша жизнь сформировалась в той, в которой мы с вами существуем. И сегодня поговорим с вами о тех убеждениях, которые мешали вам добиться успеха в вашей жизни. Я Роберт Аксузиан, бизнес-эзотерик и психолог. Предлагаю нам с вами пройтись по моделям нашего детства. Самое начало у нас формируется от нуля до одного года. Я думаю, что не все из вас, конечно, это помнят, но тем не менее. С нуля до года для нас наша мама и папа – это целая вселенная. И каждый из нас свою мать и отца воспринимали как проявление внешнего мира. То, как мать к вам относилась на протяжении от нуля до года, у вас сформировалось убеждение относительно, как целая вселенная относится к вам непосредственно. Давайте пару примеров. Например, вы в детстве от нуля до года плакали. Крик в вашем случае – это был показатель того, что вы хотите что-то получить от внешнего мира. И если мама не давала вам это быстро, то есть, например, вы хотели сухости, вы хотели быть накормленными, вы хотели безопасности, если вы это не ощущали быстро, то вы начинаете чувствовать, что вселенная не исполняет ваши намерения быстро. И, соответственно, у вас формируется убеждение, что что-то получить нужно очень долго ждать. И это убеждение формируется на вашей подкорке. То, что получить желаемое – необходимо очень много усилий. Если же, наоборот, вы получали желаемое быстро, то есть, вы начинали плакать, и вы получали сразу – вас покормили, вам поменяли подгузник, то у вас формируется убеждение, что я получаю результат от пространства мгновенно. То есть, если от моего намерения до получения результата происходит все быстро. Приведу вам примеры из такой классической жизни. Если взять семьи, где матери работали, и у них не было достаточно времени, чтобы уделять своему ребенку, то ребенка сформировалось это убеждение, что получить ресурсы очень тяжело. А у богатых семей все немного наоборот. У них есть множество нянек, которые мгновенно исполняют их намерения и желания. И у детей богатых родителей, как правило, формируется убеждение, что им все достается очень легко в этой жизни. И оно формируется на уровне от нуля до года. А это очень важно, потому что в этот момент формируются очень серьезные паттерны поведения. У ребенка же, у которого не было достаточного количества внимания, у него эти паттерны не формируются в нужной стороне. И таким образом он в дальнейшем чувствует, что получить результат очень сложно от жизни. И таким образом, когда он взрослеет, он думает, что за результаты необходимо бороться постоянно и очень сложно. А это, как мы знаем, что транслирует и получает из прошлого выпуска. Конечно, я предполагаю, вы задумаетесь, а лишь мать должна относиться очень хорошо к ребенку и давать ему то, что ему нужно, не обязательно. Для ребенка важно, чтобы это был взрослый, который проявляется для него в виде вселенной. То есть это, как правило, мама, бабушка, папа, может быть, няня, это не важно. Важно то, что ребенок получает все сразу. То есть он получает то, что ему нужно для его безопасности. Ребенку от нуля до года очень важно быть в комфорте, сытым и сухим. И этого достаточно. И главное, чтобы ему это предоставили быстро. Это уже не важно, кто конкретно это ему сделает. Важно, чтобы он это получил. Тогда у него складывается убеждение, что он получает результат крайне быстро. И таким образом во взрослой жизни. У него складывается убеждение, что я получаю от жизни результаты мгновенно. И таким образом любые цели и планы в его жизни реализуются быстро за счет этого убеждения. Потому что у него нет этого заслона, который ограничивает его во взрослой жизни. Нежели когда у ребенка эти ограничения стоят. И соответственно во взрослой жизни он понимает, что в этой жизни очень сложно чего-то получить. Поэтому я обращаюсь к вам, к родителям. Давайте ребенку сразу то, чего он хочет. Не заставляйте его плакать. Если ребенок получает достаточно быстро то, что ему необходимо, у него формируется паттерн убеждения, что я получаю от жизни все легко. А благодаря этому, когда он становится взрослым, он и по жизни ощущает это так же. И у него легко получаются его цели и результаты, которые ему необходимы. Следующий этап, который формирует убеждение ребенка, это от года до трех. От года до трех у нас формируется убеждение, связанное с удовольствиями. В этом периоде ребенок учится ходить в туалет. И этот процесс дефекации и мочеиспускания, он формирует в человеке убеждение относительно того, как получать удовольствие, это хорошо или плохо. Ведь на самом деле, когда ребенок идет в туалет, ребенку говорят родители, что фу, это мерз. Не клади ручки, это неприятно. У ребенка формируется паттерн поведения, что получение удовольствия – это что-то неприятное и нехорошее. И таким образом происходит связка. И вот эта связка уже в дальнейшем формирует неправильный паттерн поведения у ребенка на будущее. Если этот паттерн поведения у человека сохранился, то во взрослой жизни он считает, что получение удовольствия – это мерзко, это неприятно. На самом деле важно ребенка хвалить. Когда он пошел в туалет, надо сказать, что ты молодец, сделал все хорошо. Хвалите его. Говорите, что его тело прекрасно, потому что на этом уровне его тело вы должны похваливать, показывать ему, что его тело прекрасное и хорошее. Таким образом у ребенка формируется убеждение, что я хорош, я красив, я приятен. И это в дальнейшем формирует очень классный базис, когда ребенок взрослеет и становится уже взрослым человеком, он любит себя и принимает себя. Нежели когда ему говорят, что это мерзко, это неприятно, это некрасиво и так далее. И у человека формируются абсолютно неправильные выводы относительно самого себя. Главное убеждение, которое необходимо встроить ребенку в этом возрасте, что мое тело прекрасно, что получение удовольствия – это хорошо. Тогда у ребенка сложится правильное гармоничное восприятие самого себя. Переходим с вами к следующему этапу. Этап с 3 до 7 лет. Это этап, когда ребенок уже познает внешний мир помимо родителей. Он уже осознает, что существует не только мама, папа и бабушка, а существуют еще и другие дети, другие люди вокруг, то есть социум. Здесь уже возникает такой нюанс, когда ребенок играет в игрушки. Игрушки для него – это нечто внешнее, из внешнего мира. И то, как он с этими игрушками взаимодействует, формируется убеждение относительно того, как я взаимодействую с внешним миром. И есть ли в этом внешнем мире ресурсы. Время на детство можно вспомнить, что родители могли говорить, что поделись игрушкой, отдай эту игрушку, не бери чужую игрушку, не давай свою игрушку или, наоборот, отдай свою игрушку. То есть разные паттерны поведения относительно данного периода. На самом деле здесь важно понимать, что игрушки для ребенка – это как для взрослого деньги и возможности. То есть игрушки – это проявление тех ресурсов из внешнего поля, которые возникают в пространстве. И ребенок учится взаимодействовать с игрушками как с внешним планом. И когда вы у него отбираете игрушки, либо не даете игрушки, и вы формируете в нем убеждение, что ресурсы ограничены. Здесь важно никогда не наказывать ребенка игрушками. Что если он что-то натворил, вы отнимаете у него игрушки. Вы таким образом создаете не то убеждение относительно внешнего плана. Важно ребенку в этом возрасте максимально давать возможность получения этих игрушек. То есть, например, вы можете вспомнить такие события, что в детстве вы хотели весь магазин, вы хотели много игрушек, а по какой-то причине у нас их могло не быть. Я понимаю, что не у всех людей есть возможность покупать те игрушки, которые ребенок хочет. Но нужно делать по максимуму, насколько это возможно. Потому что для ребенка игрушки – это возможности внешнего плана. И чем больше он получает от этого внешнего плана, тем лучше он понимает, что в мире возможно все. Лично я рос в той ситуации, когда мне не могли позволить все игрушки этого мира, потому как моя семья не была богатой. Но так или иначе, моя мама старалась дать мне то, что мне очень хочется. Таким образом, у меня все-таки сложились убеждения относительно того, что мир изобилен, и то, чего я хочу, мне достанется. Так или иначе. Но не у всех семей действительно есть такая возможность получения любых игрушек и любых возможностей. Здесь должен быть некий баланс, все-таки его важно соблюдать. У более богатых семей, понятное дело, есть возможность дать ребенку абсолютно все. Мы можем с вами заметить, что у более богатых семей дети получают достаточно быстро то, чего они хотят. И у них возникает паттерн поведения того, что в этой жизни все достигается быстро. И, конечно, когда они взрослеют, у них гораздо легче и проще все происходит в их жизни, в плане их возможностей. У более простых семей с этим чуть-чуть сложнее. Но, тем не менее, здесь важно понимать, что все зависит от личности и характера ребенка непосредственно. Что все мы с вами разные. Так или иначе, у меня не было всего в детстве. Но, тем не менее, вырос вполне себе уверенный человек. Расскажу вам один пример. Как-то мы с моей подругой и ее ребенком гуляли в торговом центре и проходили детский магазин. Я говорю, пойдем зайдем. И говорю ребенку, малыш, выбирай все, что хочешь, все куплю. И мать сразу такая, нет, что значит все куплю? Только вот что-то конкретное. Я говорю, погоди, пусть ребенок выберет, что он хочет. Ребенок начал ходить по магазину. И выбирает маленькую машинку. Я говорю, малыш, но ты не хочешь большую машинку? И он смотрит на маму, на меня. Я говорю, малыш, то, что ты хочешь, я же сказал. Все, что хочешь, выбирай. Здесь интересный момент, что, во-первых, ребенок боится взять то, что родителям кажется, чего он недостоин. То есть у него формируется некое ограничение. Когда взрослый говорит ему, выбирай все, что хочешь, ребенок своим ограничением, которое вложили родители, он начинает ограничиваться и выбирает что-то маленькое, хотя на самом деле хочет что-то большего. Или выбирает один маленький подарок, а не три, например. Я ему говорю, а почему одна? А может быть, ты хочешь еще что-то? Две, три вещи? Ну, выбирай. То есть я его не ограничиваю в данном вопросе. А ребенок же был ограничен родителям в данном случае. И мать в данном случае, кстати, как реагирует? То, скорее всего, у нее возникает чувство, что почему я себе это не могу позволить купить моему ребенку, и это покупает кто-то другой. То есть здесь важно понять, а мать, она готова принимать от мира или не готова? То есть у нее этот паттерн, как работает это убеждение? Готова ли ты принимать от внешнего мира подарки и возможности или не готова? И это ты транслируешь своему ребенку. То есть в дальнейшем ребенок формирует вокруг себя внутреннее убеждение, что мир ограничен. Еще раз повторюсь об этом. Поэтому здесь важно понять, а что вас здесь жмет в этот момент, где ваши ограничения, вы, кстати, это можете заметить. Поэтому позволяйте возможностям входить в вашу жизнь. То есть принимайте эти возможности и наблюдайте, как формируются эти убеждения у вашего ребенка. Давайте ему возможность получать то, что ему предлагается, а не ограничивайте его в этих возможностях. Это очень важно. Взрослые отношения с деньгами – это равняется детские отношения с игрушками. Это важно запомнить, потому что так возникает паттерн поведения относительно взрослой жизни. Убеждение, которое важно встроит ребенку в этом возрасте, что ресурсы есть всегда, и просто нужно их взять, и все. Но есть еще более важный момент. То, как вы сами непосредственно ведете себя со внешним миром, с людьми, с самим собой и даже внутри ваших взаимоотношений с вашим мужем или женой, это ребенок видит и считывает это через зеркальные нейроны. И таким образом у вас сформулируется убеждение относительно того, как правильно нужно жить. Поэтому если родители, например, курят, то ребенок это видит и считывает на уровне зеркальных нейронов и тоже начинает понимать, что это нужно, чтобы быть взрослым, значит, надо курить. Это не обязательно, что ребенок это считает и возьмет это в свой опыт. Но шансы очень велики, потому что мы очень часто считываем со взрослых модель поведения и перенимаем ее на себя. Поэтому всегда, если что-то вам не нравится в ребенке, в его поведении, обратите внимание на самих себя. А вы в этом поведении правильно ведете себя. Поэтому не требуйте от ребенка того, чего сами не делаете, потому что ребенок считывает в первую очередь с вас. Предлагаю вам задать себе три вопроса, чтобы отследить ваши установки. Первый вопрос. Я легко получаю желаемое или нет? Ответ на этот вопрос покажет вам с нуля до года, как у вас сформировалось данное убеждение. Второй вопрос. Стыдно ли получать удовольствие от жизни или нет? То есть вам стыдно показать, что вы счастливы, рады и что у вас все получается или же нет? И это стыдно показывает другим людям. Это некрасиво, что у вас вы получаете удовольствие, а другие нет. И третий вопрос. В вашей жизни много ресурсов и вы можете их легко взять? Или же они ограничены в этом мире и ресурсов у вас мало? Ответьте себе на эти три вопроса и вы поймете для себя, где у вас есть ограничители. Если вы нашли в себе эти ограничительные, то я лично рекомендую работать в терапии. Это поможет вам проработать ваши детские убеждения и внутренние травмы, которые в дальнейшем повлекут за собой большие перемены. Потому что психотерапия и работа над собой – это очень важный элемент успешного человека. А также я рекомендую вам посмотреть прошлое видео, где я рассказывал, как выявить и проработать внутренние убеждения и трансформировать свою жизнь в лучшую сторону. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся с вами в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok